Парламенты стран Центральной Европы и Балтии один за другим принимают постановления, в которых осуждаются попытки Кремля переписать историю и изложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на жертв трагедии, а не на агрессоров, пишет Виталий Портников для Крым. Реалии. Но, похоже, такое переиначивание истории вполне привычное для российского руководства тактика. Именно переписывая историю, Россия начала процесс аннексии Крыма, причем не в 2014 году, а намного раньше. Вначале просто подменили многовековую историю цивилизации на полуострове, от античных колоний до Крымского ханства, истории российского флота, русских дачников и советского курорта. Так Крым перестал быть Крымом, лишился души в восприятии и понимании не только большинства живущих в обыденном мире исторической и политической лжи россиян, но и многих украинцев и многих жителей западных стран. Ведь вы спросите у таких людей, даже у тех, кто возмущен аннексией Крыма. И они вам ответят, что с точки зрения международного права Крым, конечно, украинский, но ведь с исторической-то точки зрения он, часть русского мира, российской цивилизации. А ведь считать так, это все равно, что считать Анголу португальской, Марокко французским, а Аргентину испанской. Но ничего, в наш постколониальный век Россия со всем этим успешно справилась с помощью лжи. И можно сказать, что Россия на Крыме успешно тренируется. Если история полуострова, на котором государства возникали еще тогда, когда на месте не только Москвы, но даже Великого Новгорода были непроходимые леса и болота, сведена к нескольким столетиям, исчисляемым днем прихода российской армии, то почему нельзя историю Украины начинать от Переиславской Рады, а не от Киевской Руси? Почему нельзя множить подлог на подлоги, ложь на лжи, руководствуясь простым правилом, чем эта ложь больше и чем больше ресурсов потрачено для ее пропаганды, тем больше людей ей поверят. И понятно, что от фальсификации истории соседних стран можно спокойно переходить к фальсификации истории Второй мировой войны. Похоже, при этом самим лжецам никакая правда не страшна. Так мощно и уверенно укоренилась фальсификация в мозгах их соотечественников. Я всегда привожу простой пример, пример проекта «Неизвестная война» с великим американским актером Бертом Ланкастером в роли ведущего. Этот фильм был снят еще в советское время советскими и американскими кинематографистами. Его целью, разумеется, было показать роль СССР во Второй мировой войне, но вместе с тем он подробно рассказывал и о роли стран-союзников, об их вкладе в победу над гитлеризмом и об их помощи Красной Армии. Этому были посвящены целые серии. И телесериал транслировался по советскому телевидению в лучшее эфирное время. При этом никакого следа в сознании большинства советских людей с точки зрения вклада в победу страны антигитлеровской коалиции он просто не оставил. Так сильно было притяжение сталинского мифа о войне, сейчас успешно реанимированного Путиным. Похоже, страна с такой пропагандистской традицией, как Россия, может уверенно искажать правду и не менее уверенно ее не бояться, правда не пройдет. Именно поэтому и украинцам, и полякам, и жителям стран Балтии так важно останавливать кремлевскую неправду у своих границ, реагировать на нее, не давать ей спуску. Пишет Виталий Портников. Продолжение следует...